здравствуйте добро пожаловать на мой канал я наконец закончила вот мою мой project с жемчугами вот смотрите как она получилась я люблю когда много вот этот многослойный вот этот жиль а зрели да не нравится одно не как будто мне кажется что нам не будет видно вот видите как я здесь сделал такой узелечек она вот так смотрится там а мне нравится верить и такое жилье ну конечно же мчж я купила я рассказала вам что я купила ее подарочные карточки которую получила я на новый год эти жемчуга конечно культивированные я вот буду показать процесс приготовления тоже ли и и кулечко где я буду хранить это процессы процессы я буду читать вам от векобедия информацию о жемчуках я тоже мне интересно интересно было познать больше о них и я для вас прочту и дам вам эта информация тоже так что оставайтесь со мной мне понравилось вы знаете всегда я вот свои видео снимаю когда вообще не готовлюсь потому что я работаю иногда выпрыгиваю из дома как попало даже не расчесываясь завязываю свою голову и так этот стиль для не лентяек который не надо ничего делать завязала голову и пошла дальше вот такая какая есть без прикрас вот сегодня я решил немножко привести себе порядок вот так и одевать это мне очень нравится мне очень нравится давайте я вам познакомлю как я работала над этим и немножко информации дам о жемчуках вообще я думаю нормально ладно оставайтесь со мной ну давайте познакомимся с моими жемчугами я их купила с рук рукам рукодельном магазине название его майклс так как имела подарочную карточку на 80 долларов я еще добавила конечно и там купила эти жемчуга ну разумеется эти жемчуга не те качественные которые вот преподал предполагает использоваться в изготовлении ювелирных изготовлений но они настоящие культивированные конечно но я считаю что эти немножко бракованные считаются которые невозможно использовать в ювелирных изделиях потому что у них эти формы шейпс смотрите они неравномерные как как выросли так выросли даже эти прослойки увидни на них но они настоящие все равно их не блеск обвораживает меня всегда почему-то говорят что молодым не идет жемчуг жемчуг лучше только женщинам в возрасте потому что вот этот блеск отражается на лице женщине и передает особый шарм женщины я считаю что это правильно и девушек девушки могут очень даже носить эти жемчуга давайте я вам почитаю и для меня тоже интересно как образовывается эти жемчуга так жемчужина образуется внутри раковине моллюска в результате попадания туда посторонного предмета как например пищи песчинки в этот момент моллюсок испытывает неистивую боль и вокруг предмета затравки происходит отложение перламутра образующего тонким тонкими пленками концентрические слои вот так вот вот эти слойки даже в него действие внимательно посмотрите на эти жемчуга там они видны поэтому они и сравнительно дешево стоит потому что вот эти формы произвольные знаете как выросли так выросли так блеск и игра света на жемчуге обусловлены интерференции света на больнистой поверхности слоев перламутра обычно жемчуг имеет белый цвет иногда кремовый и розовый встречается также желтые зеленые черные даже голубые жемчужины голубые жемчужины очень редки имеют высокую стоимость привлекательность из-за голубого свинцово-серого оттенка дальше читаем в начале 20 века ведется не только добыча природного жемчуга но и культивирование жемчуга промышленных масштабах в первую очередь в японии внутрь жемчужницы помещаются бусинки из прессованных раковин увидите это даже из прессованных раковин бусинки специально ставится внутри моллюсков до после чего моллюски возвращаются в воду через определенное время бусине покрытые слоями перламутра извлекаются из моллюсков очень интересно очень но мы продолжим дальше читать история знает много примеров больших жемчужин сохранились упоминания о жемчуге и украшениях из него в индийских ведах глиняных табличках найденных на раскопках персии первые известия о промыслах жемчуга датируется второй век нашей эры древнейшим известным жемчужинным украшением является ожерелье из сюз найденные 1901 году она в лувре бронзовая статуэтка афродити из бастонского музея изящих искусств украшена золотыми серьги и земчужинами находящимся прекрасное состояние наиболее старой жемчужина чья история может быть прослежена перегрена принадлежавшие элизабет тэйлор добичьем морского жемчуга ведется главным образом красном море персидском заливе а также у берегов шерлаки и японии где его добывают ныряльщики ама пресноводный жемчуг добываем и добывается в германии россии китай и в странах северной америки смотрите оценка жемчуга вот есть критерии для этого во-первых цвет блеск толщина перламутрового слоя форма чистота поверхности размер подбора жемчуга я хочу я с вам познакомить о роли жемчуга ювелирном искусстве жемчуг единственный из ювелирных материалов образующийся в теле моллюсков и он же возможно один из стоящих камней использованных в качестве украшения поскольку не нуждается дополнительной обработки на протяжении многих веков высококачественные жемчужины продавались за весьма крупные суммы однако этому ценовому превосходству был положен конец приходом на рынок 1920 годы культивированного жемчуга изобретение внедрения успешных технологий культивирования жемчуга связывают с именем какие-то микки мото цена на речной и морской жемчуг различается по-прежнему сотни и тысячи раз даже культивированный японский жемчуг различается в цене за одну нитку от 300 до 30 тысяч долларов в зависимости от диаметра качества поверхности и качества подбора цветового оттенка жемчужи в пределах одного ожерелья по-прежнему высокая цена крупного качественного морского жемчуга поддерживает широкое производство различных различного рода имитации и подделок искусственный жемчуг последнее время широко используется как популярный компонент для создания бижутерии современные технологии позволяют создать искусственные жемчужины любых размеров самый популярный способ отличить искусственный жемчуг от настоящего это провести жемчужиной по поверхности зуба своего зуба считается что только настоящий жемчуг будет при этом скрипеть жемчуг который не несет и коротко и которые хранятся мне мне надлежащих условиях умирают витринах японских ювелирных магазинов прилавки обязательно стоит один и несколько стаканов с водой вот я не знала об этом очень интересно конечно очень интересно очень интересно знать вот чем связано блеска жемчуга вот блеск чем сильнее блеск тем сильнее жемчужина блеск определяется тем насколько хорошо свет отражается от поверхности жемчужины еще он зависит от времени года зимнее время слои перламутра самые тонкие и плотные то есть хорошие а летом слои более толстые рыхли и меньше блеском вот это имеет конечно а цвет интересно определяется визуально под лампой дневного света либо при естественном освещении фоновые подложки используется белого или очень светлого серого цвета цвет жемчужины зависит от того в каком моллюске она выросла и от окружающей среды температуры и солености воды вот видите как все имеет значение конечно все размер чем крупнее размер тем дороже жемчужина размер зависит от вида моллюска в котором росла жемчужина самая крупная морская жемчужина весила 6370 килограмм а что 6 но 6 килограмм 307 700 грамм а наверное вот так и и вы ловили 7 мая 1934 года о боже там . не видно было и 6 тысяч 6 килограммовый жемчуг представляете до подбора так подбор жемчуга этот критерий учитывается если в изделии 2 или более жемчужины учитывается несколько хорошо насколько хорошо подобранные жемчужины по всем предыдущим фактором то есть и по сравнению да если есть несколько жемчужины в изделии надо сравнивать по какой критерии они выбраны и а таким образом проявлять качество изделия всего изделия но очень интересно мне очень интересно было читать об этом но я люблю жемчуг есть жемчуг так что всегда культивированные я считал но это не искусственное конечно все равно если человеческое помешательство есть не важно что растет природе или нет все равно считается немножко искусственным до вмешательства все равно не то но главное что результат всегда удовлетворительно получается и превращается в бизнес вот так вот ну дальше но есть конечно имитации жемчуга тоже в начале имитации жемчуга делались из стекла где-то 15-16 века веках создавались римские жемчуга он представлял собой стеклянный шарик наполнен парафином также на основе рыбьей шелуши делали жемчужную эссенцию которая придавала перламутровый блеск стеклянные шарики покрывали жемчужной эссенцией потом спекаются печи а затем процессы повторяются несколько раз вот так и получается искусственно получались искусственные жемчуга все равно она прекрасна прекрасно вот видите какой блеск я уверена что это натуральный фреш вора прорус все пока пока